всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости сегодня видео хочу рассказать вам о делах своих вязальных что у меня сейчас в работе о своих проектах творческих что мне удалось связать за это время вот об этом сегодня и пойдет речь феврале когда у меня закончились все мои проекты меня были определенные планы наверное как и у всех у меня лежала пряжа я предположительно понимала чтобы я хотела связать из этой пряжи из этой да первое мне хотелось поработать с пряжей классе от artland которую мне прислала оксана гуликова красивый цвет я хотела вязать себе жилет но хотела я вязать крючком начала попробовала нет все-таки это пряжа не для крючка но я не люблю из крючка толстые вещи мне не понравилось поэтому я все распустила это пряжа все-таки больше для спиц ну а мне пока сейчас спицами не хочется вязать именно из подобной пряжи взяла другую пряжу думаю ну начну себе джемпер такой вот простой регланом сверху с нужными рукавами начала узор мне что-то не понравился ну и вот пока у меня были такие творческие муки я не знала чем же занять свои руки я решила повязать подружек подружек наших подружек всех вязальщиц это овечек я вязала зимой у меня 4 овечки были связаны быстренько они у меня так все связались ну как бы я предполагала что это будут на подарки сейчас мне опять нужны овечки тоже на подарки и у меня связалась вот такие вот две сестренки две подружки но они поедут все в разные места это апельсинка а это малинка да по цвету они как раз оправдывают свои именно вот такие вот две красотки у меня появились пока они живут у меня на полочке моей вязальные полочки потом так случилось что значит детки растут быстро нужно было что-то ребенку покупать какую-то вот на межсезонье новая курточку мы купили алиса сама себе все выбрала я думаю надо связать новый комплект новый комплект и значит алина канал вязалки провинциалки присылала мне тоже подарочек зимой это вот такая пряжа здесь значит итальянская пряжа название значит мингхауменка какая-то норка здесь значит в 100 граммах 700 метров 60 процентов норка 20 процентов шерсть и еще что-то и лена мне писала что обязательно нужно связать образец я образец связала и по-моему я его сюда положила я взяла две ниточки связала образец на по моему четверки вот ну как и любая норка горка я же распушилась но так как мы знаем что норка не держит форму вот я начала вязать снуд вот провязав вот столько я поняла что это вот он как лапша то есть формы никакой не держит тогда я приняла решение к этой пряжи добавить пряжу какую-то моточную у меня оставалось вот два моточка это всем известная пряжа от газал babywood обычный не excel я вообще кстати говоря оказал xl не baby cotton не baby вул я не люблю я люблю просто вот такую вот тоненькую ниточку здесь 50 граммов 175 метров 40 процентов акрил 20 процентов кашемир по и 40 процентов переносовая шерсть вот такой нежный розовый цвет и я связала дочери комплект вот такой вот снуд она уже надевает и вот такая вот шапочка таким интересным узором эта резинка патронтаж называется мне очень понравилось с подворотом такой простой комплект как раз вот сейчас на межсезонье ходить и вот такой комплект у меня получился я не взвесила сколько у меня ушло пряжи у меня было вот у меня 190 граммов и вот что у меня осталось но смело можно говорить что здесь если в одну нить то даже возможно и на какое-то изделие но опять же если с чем-то наверное подмешивать вот после стирки кстати не скажу что сильный тут есть пух но она будет распушаться конечно во время носки и во время стирок это будет все распушаться вот это первый процесс который у меня связан дальше меня вот такая вот пряжа а дропс альпака букве здесь в составе 80 процентов альпака 15 процентов шерсти 5 процентов полиамид 50 граммов 140 метров эту пряжу мне присылала ирина брандт и значит я сразу когда эту пряжу увидела решила что я буду себе вязать пальто но чтобы пряжа была более имела форму плотность все таки это пальто я решила добавить в этот в это букле я решила добавить спушенный меринос и связала вот такой вот образец вот это разделительная линия это разный номер спиц чтобы я понимала на каком номере мне брать значит какие я сюда добавила ниточки вот это букле вот такого цвета сливочного цвета кривую еще иногда говорят и вот у меня белый вспушенный меринос и жемчужный он идет здесь неоднородного цвета две ниточки такого две ниточки такого я вязала платье вязала кардиган эту ниточку я уже знаю это не умела валентина и вот эти две ниточки вот здесь есть я когда этот образец связала и вот я его просто постирала и вот мне не хотелось выпускать из рук я сначала когда постирала и высохла я стала трогать и думаю здесь еще шелк что ли есть в составе очень мягкая очень нежная пряжа нет посмотрела что шелка нет но когда но она и так то мягкая но когда постирается прелесть прелестная и я начала себе вязать пальто вот эти спицы которые я покупала для 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 чего для того чтобы вязать себе палатин из мохера мне так эти спицы понравились это не про симфони я даже хочу себе приобрести еще хотя бы парочку номеров при возможности вообще классные спицы я начала вязать у меня уже отвязана спинка но спинка конечно же длинная вся нам не поместится букле конечно но есть букле рисунка она никакого не требует когда вот вязать конечно одно удовольствие просто вот вяжешь и мне ну истинное наслаждение доставляет и после стирки я знаю что и вспушенный меринос будет давать свой эффект будет заполнять пространство здесь хотя и так вот на просвет нету никаких дырочек но после стирки все это конечно же станет еще мягче спинка у меня готова и я хочу пальто прямое пальто да возможно даже с поясом пока не знаю в общем если разная спинка готова можно начинать вязать уже полочки и я дочки тоже хочу вязать пальто у нее нет она долго у меня ходила в такого цвета фиолетового я вязала из пряжи от швейторг диана ей но как бы там две ниточки носила на это пальто нужно уже что-то новое я заказала у оксаны прыгает вот такой вот букле от артлан цвет 2 у меня было цвет вот это конкретно на пальто потемнеет цвет я говорила что буду миксовать эту пряжу обязательно значит с мериносом с лидий вот у меня ниточки это мне наташа смородина остатки вот два матка целых и вот тут еще есть остатки лети и и вот этот цвет здесь 50 процентов шерсть 50 процентов акрил 100 грамм 1613 метров цвет мадонну красивый цвет но мне показалось что вот с этим очень даже будет неплохо и у меня еще новый стопроцентный меринос и вот первый такой у меня микс ниточка букле ниточка букле ниточка меринос то ниточка лидия вот такой вот рябенький образец небольшой мне чисто нужно было посмотреть как это будет выглядеть ну что можно сказать да это имеет место быть но тонковато вот я трогаю тонковат это конечно мукле совсем другое по сравнению с предыдущим которые я показывала но здесь и всего лишь 30 процентов шерсти и тогда ну гри нужно что-то поплотнее вот чтобы было что-то поплотнее тогда я решила взять вот эту вот пряжу совсем недавно я дочки связала джемпер из этой пряжи у нее очень хороший расход тоже оксана мне присылала у меня три матка осталось 3 матка еще немножечко вот вот этот остаток и вот я решила вот так совместить вот так вот эти три пряжа и связала новый образец это уже для пальто подходит больше плотнее букляшка здесь конечно тоненькая вот эта букляшка она тоненькая в 2 нити я ее не буду вязать я не хочу вот такой вот будет кудрявенький эффект все равно не будет поэтому я буду миксовать вот таким образом это пряжа когда у меня были муки творчества я думала что же мне начать вязать а тем временем вязались барашки руки потянулись вот к этой пряжи эту пряжу мне присылала ирина бранд шикарная красивая с интересными переходами и вставка серебристого люрексов здесь 87 процентов хлопок 7 процентов полиамид и 6 процентов металлик в 50 граммах 120 метров ниточка виде шнурочка я решила когда эту пряжу увидела она мне просто покой не давала я решила что это будет джемпер такого знаете свободного кроя под брюки вот я вижу его больше даже под брюки потому что он будет хорошо смотреться именно с брюками спицы не стучать это будет модель с легкой так скажем свободы облегания спущенное плечом вот такой вот здесь у меня идет узор конечно при освещении здесь все так красиво переливается мне хотелось подчеркнуть вот эту секции пряжи каким-то незамысловатым узором но именно чтобы вот он был такими зигзагами когда вижу вечером это истинное наслаждение мне очень нравится что получается у меня связана спинка у меня связан вперед и я уже вижу рукав вот такой вот будет изделие пока так вот к себе приложила я думаю что совсем скоро я вам уже продемонстрирую это изделие на себе при дневном свете конечно блеска не видно вот так вот узор вот он давно у меня уже лежал этот узор в моих в моей папочке с узорами с рисунками и я решила мне когда-то хотелось маечку такую себе или футболку связать таким узором на лето но тут вот я решила применить в это изделие вижу и наслаждаюсь это конечно изделие вот как на приближающуюся весну да уже сейчас даже можно помещение будет в нем комфортно посмотрим что получится я думаю что то что я задумала какую я эту модель задумала такой она и получится вот такие у меня сейчас продвижение по сути у меня два проекта в работе мне хочется поработать именно с ними ну а дальше будет появляться что-то новое конечно время бежит очень быстро и нужно уже готовиться к более теплого времени вязать себе какие-то кофточки с коротким рукавом не уже такие вот мысли появляются можно даже уже платье начинать себе вязать на лето потому что это будет процесс не быстрый но это все знаете вот она появляется все вот эти проект они появляются только исключительно по желанию захотелось вот она есть иногда вот пряжа лежит много вокруг и думаешь буду из этой вязать но вот не идет процесс из этой пряжи значит надо брать другую и вязать что-то другое благодарю всех вас за просмотр жду от вас ваших комментариев на я с вами прощаюсь надеюсь совсем ненадолго до новых встреч пока пока